МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом как в самом начале укрепили, так до сих пор все и остается. Я не понимаю, как можно делать ремонт в квартирах, не укрепляя само здание. У меня ребенок. Если нам дают гарантию на два года после ремонта, как я буду жить? Я буду каждую ночь спать и бояться, я не могу жить в таком доме. Авария произошла из-за демонтажа оконных рам на первом этаже. Несущая стена дала трещину. Все жильцы были эвакуированы в экстренном порядке. С тех пор прошло два месяца, а ВОЗ и ныне там, жалуются жители. А здесь идут, здесь балку помазали, там помазали. Полы, вот такая разница. Стена отошла 7 сантиметров где-то. Сколько можно, как это можно восстановить? Непонятно. По словам недовольных, они неоднократно добивались аудиенции у главы региона Нурлана Нугаева. Но безуспешно. Якобы тот все время откладывает встречу из-за нехватки времени. Когда я к Кульгинову и Нурлану Нугаеву один вопрос, просто вот хочу. Вот пустили бы своих детей в эту квартиру жить. Мне больше ничего. Вот попробовать, пусть они встанут на мое место. Пустят они в этот дом жить своих детей или нет. В отделе ЖКХ тоже разводят руками. Мол, ждут проведения экспертизы, без которой приступать к каким-либо серьезным работам строго запрещено. Изготовлен проект смертной документации. Они уже сдаются в экспертизу. В данном вопросе были жильцам объяснены, разъяснены, как положено. В данном случае, почему работы ведутся по данному дому. Мы, проектные организации, не можем торопить. Это очень серьезное дело. После проведения экспертизы, проекта смертной документации, уже будет конкретно, уже работа будет выполняться. Люди вынуждены ютиться у друзей и родственников, не сдаются. Если глава региона и в этот раз не найдет времени в своем плотном расписании, дойдем до высших инстанций, говорят жильцы полуобрушенного дома. Айгуль Жамалова, 7 канал, Уральск.